Продолжение следует... В разных религиях это обставляется по-разному, но они вступают в брак. Это замечательно. То есть они становятся единой семьей. У них общие интересы. У них все становится общим. Они сами становятся даже едины. Почему? Они составляют единицу. Эти двое становятся едиными. Единицу составляют. С полной ответственностью относясь к тому, что из этого проистекает. С полным осознанием того, во что они вступают. И вы понимаете, конечно, что счастье счастливые – те счастливые браки, когда вступают действительно по любви. По любви. По любви какой? Вот тут очень важно. Что такое сожительство или так называемый гражданский брак? Чем он характеризуется? Любовью? Меньше всего там это. Меньше всего. Если бы любовью, то это была бы верность друг другу и вступили бы в брак. А здесь нет. Нет-нет. Верности нет-нет. А может, я найду вот получше. А я найду, может, получше. И зачем мне себя связывать? Вот как я тебя люблю. Я не хочу тебя связывать. Ну, сейчас я тебе дам конфетку и отстань от меня. Я себя связывать не хочу. Ох, как я люблю! Удивительно! Возлюбил. Сожительство, гражданский брак. Это есть ничто иное. Ничто иное, как эгоцентризм. Искание наслаждений. Видение смысла жизни именно в этом и больше ни в чем. Никакой ответственности. Никакого поручительства. Ничего общего. Он надоел или надоело? До свидания. Сейчас одна из больших политических фигур в Германии вдруг выступила, предложила законопроект. Какого рода? Устанавливать брачный контракт. Вы слышите, до чего докатились. Брачный контракт. Да. На семь лет. Ну, а через семь лет захотят дальше жить. Ну, живите. Не хотите? Ну, не надо. Все, к чему сводится. К контракту. А где фирмы заключают между собою? Вы скажете, а где же любовь? Вы что, шутите? Какая любовь? Какая любовь? Мы ищем вовсе не любви. Мы ищем интересы, чтобы наши совпадали. В частности, интересы и чисто гедонистического характера. О какой любви? Речь не идет. Брак гражданский или сожительство – это есть не что иное, как колоссальный стимул развития эгоизма. Потому что я вступаю в такое сожительство не по любви. Я не готов отдать свою душу ему. Я не готов пострадать. Я не готов в конце концов все отдать ради этого другого человека, которым я вступаю в брак. Нет, нет, нет. Он мне хорош лишь постольку, поскольку меня сейчас удовлетворяет. Через час мы можем разойтись. Говорят, как в море корабли. Никакой любви нет. Это искание наслаждений. Уж сколько говорили люди, опытнейшие, разумнейшие, философы, религиозные, что чем больше… Ну, вот Кант, например, Эммануил Кант, это известный немецкий философ, ну, неизвестный, а крупнейший немецкий философ конца XVIII века, что он, например, говорил, чем больше просвещенный разум ищет наслаждений, тем меньше он получает удовлетворения. Он оценил очень трезво. Это же он рационалист, холодный рационалист. Он трезво оценил, что происходит. Чем больше ищем, тем меньше получаем. Как только человек смыслом жизни своей и смыслом отношений своих, отношений, я говорю, в частности, подоба брачных отношений, видит только наслаждение, он этим самым приговорил себя. И знаете, к чему приговорил? Вот ведь что самое страшное. Оказывается, вот эти вот, так называемые, гражданские браки, то есть фактически сожительство, сожительство производит в человеке страшные следствия. Они могут окончательно убить в нем способность любить. Вот это развитие эгоизма, эгоцентризма, стремление к наслаждениям окончательно убивает любовь в человеке. Он становится неспособным уже любить вообще другого. Это очень часто, вы знаете, случается, в частности, в артистической среде, где очень близкие постоянные контакты, среди художественной, так называемой, интеллигенции. Очень часто это встречается, когда вот эти вот связи, часто переплетающиеся и основывающиеся исключительно на каких-то чисто внешних влечениях, кончается тем, что хотел бы или хотел бы полюбить уже и не может. Сердце окаменеет. Самое великое, самое, я бы сказал, возвышенное, что есть в человеке, если хотите, самое замечательное, то, что приносит наибольшее удовлетворение человеку в земной жизни, любовь исчезает. Закон духовной жизни, оказывается, таков. Всякое нарушение, нарушение, нарушение того, что мы называем заповедями Божьими, или, если хотите, нарушениями того, что мы называем совестью, оказывается, человека делает все более и более черством. Превращает его, если хотите, в какое-то некое окаменелое состояние, в некую статую каменную, мраморную статую, которая уже не способна ни к чему другому, как только к эгоизму, и все концентрирует, все внимание на своих собственных личных интересах. «Каждому человеку от рождения дается чаша драгоценнейшего напитка, драгоценнейшего напитка, который в земной жизни равного ему нет. Это напиток любви. Каждому человеку этот драгоценный напиток особенно переживает юность, особенно, остро, живо, живо переживает, живет, если хотите, этим, живет часто мечтами и так далее, ищет этого. И вот тут как важно, как важно здесь разделить добро и зло». У Владимира Сергеевича Соловьева, русского философа конца XIX века, есть такие слова интересные, когда он говорит «И ад, и земля, и небо с особым вниманием следят за человеком в ту роковую пору, когда в него вселяется эрос». Да, ребенок еще не знает. И вдруг начинаются эти потрясающие изменения в самом организме, в самой психике, в самом сознании человека. В него вселяется эрос. И вот оно взгляд. И ад, и земля, и небо. Куда человек пойдет? Двинется он действительно по роковому пути и погибнет, опустошит. Так и называют тех, которые уходят в развращенность опустошенной. Часто это отражается очень сильно даже на их лицах. Это очень даже бывает видно даже. Опустошенный человек, одно животное только глядит там, и уже больше ничего. Есть совесть, у верующего есть Бог, есть заповеди, есть понимание смысла жизни. Вот человек оказывается перед чем? Это самый острый момент жизни, от которого, затем у человека, зависит фактически вся его последующая жизнь. Или он убьет в себе это самое великое, святое, чистое и прекрасное, что в нем есть, или сохранит его до брака. И вот тогда действительно брак будет поистине тем счастьем, которое чувствовал, которое предполагал, которого хотел, и которого, наконец, достиг человек. Полнота чаша любви изливается тогда, друг на друга наполняя, наполняя друг друга. Вот оно, то великое благо. Как оно великолепно, это благо описано в старых, говорить, романах. Почитайте только. Это же сколько замечательных там историй, просто поразительных. Эти истории любви, этой романтической, чистой, бескорыстной, без всякой грязи. Это просто читаешь, когда поражаешься, сколько красоты и величия, и совершенства в этом. С другой стороны, что сейчас предлагается. Ничто иное, как попытка оскотинет человека. Хотят убедить, убедить молодежь, что ты только скотина, и больше ничего. Что начинается в школах в некоторых делах, что на некоторых уроках делается. Когда эти буквально падшие, другого слова не нахожу, педагоги, начинают совершать перед детьми, и еще ничего не понимающими делать эти откровения. Преждевременность – убийственная вещь для сознания ребенка, для всего его нравственного развития. В нем убивают уже в зародыше то самое святое, что есть в душе человеческой. Эти уроки в алиологии. Кто должен заниматься этим воспитанием в этой области? Родителям. Родителям или те, на кого надеются родители, которые знают, что этот человек чистый. Слышите? Первые важнейшие правила – это человек чистый. христианство говорит о браке, как о союзе любви. Я вам скажу, что это явление тоже новое. Ведь вы же знаете, как было в истории. Просто отдавали, да и все. Родители. И не спрашивая даже. Не спрашивая. Решали все родители. Христианство утверждает, что брак – брак – это дело любви. Не эгоизма, не расчета, не искания каких-то преимуществ и благ, а это дело любви. Как это важно? Любви, если хотите, чистой и бескорыстной. То есть, где именно была бы любовь, а не что-нибудь другое. Вот именно это условие, оно возможно когда? Когда вот те, которые вступают в брак, сохранили себя. Нужно же понять простую вещь. Тот, кто не сохраняет себя до брака, теряет это все. Теряет. И вы знаете, иногда это можно видеть. Вот у нас там в Сергеем Посаде, смотришь после свадьбы, приезжай там в Лавру, прикладываются, идут. Идут некоторые. Видно, они уже почти посторонние люди. Давно-давно, может, друг друга знают, что надоели друг другу. Ну, пора, кажется, вступать в брак. Беда какая! Нет этой священной минуты, нет этой священной радости. Все будни, серые будни, даже сама свадьба. Только тогда возможно, возможно, это радость, только, возможно, этот брак, который является, если хотите, вершиной, что ли, человеческого счастья, только тогда, когда люди сохраняют себя до брака. В противном случае, в противном случае, мы теряем в соответствии с тем, что мы нарушили. Продолжение следует...